Мы с вами очень долго шли к этому моменту, перепробовали очень много продукции и надеюсь, что на этом мои поиски, по крайней мере на ближайшее время, а также и ваши, в плане тональной основы закончились. И теперь, мне кажется, настал тот момент, когда нужно перебрать мой хлам, который можно очень гламурно назвать «Моя коллекция тональных основ». Но, на самом деле, я недавно открыла ящик, где у меня хранятся тональные основы, я просто ужаснулась, потому что там десятки банок и о существовании многих из них я уже просто забыла. Поэтому у нас сегодня с вами очень важная миссия, мы должны перебрать абсолютно всю коллекцию тональных основ и оставить лучшее из лучшего для моего типа кожи, лучшее из лучшего для других типов кожи, потому что ко мне приходят модели и мне нужно оставить все равно тональные основы, которые идеально подходят для жирного типа кожи, для возрастной кожи и так далее. И также сравнительный материал. Что я имею в виду под сравнительным материалом? Это какие-то до сих пор актуальные тональные основы, которые, возможно, я даже и не сильно люблю и не использую на себе, но я знаю, что это актуальные вещи, которые мне могут понадобиться для сравнения в будущем. И я очень надеюсь, что это видео будет полезно абсолютно для всех, потому что мы будем говорить о тональных основах, разной плотности, для разного типа кожи, с разными характеристиками. В общем-то, я думаю, вы поняли, о чем будет сегодняшнее видео. Но перед тем, как мы приступим к разбору, я хочу сообщить, что у сегодняшнего видео есть спонсор. И вот эта часть видео создана на коммерческой основе. Туфи Шоп – это интернет-магазин профессиональной косметики для салонов красоты. Товары для маникюра, педикюра, мейкапа, а также все для ухода за телом находятся в одном интернет-магазине, а также в выставочном зале компании. В первую очередь здесь представлены гель-лаки от более чем 25 брендов. P&B, My Nail, Fox, Blue Sky, Naomi, Noob и многие другие. Также здесь можно купить гели для наращивания и много других вспомогательных материалов и оборудования таких известных брендов, как My Nail System, Kodi, P&B и других. Помимо этого, обязательно загляните в разделы с материалами для депиляции, наращивания ресниц и перманентного макияжа. Кстати, магазин может порадовать вас не только материалами для ногтей. Здесь можно купить и любимую нами декоративную косметику, а также косметику для волос и всего тела. Tuffy Shop работает только с официальными поставщиками, поэтому вы можете не беспокоиться об оригинальности товара. Но Tuffy Shop это не только магазин. Если вы задумываетесь о повышении своих навыков или приобретении новых знаний в области бьюти, то здесь вы также сможете выбрать подходящий для себя курс. Ссылку на Tuffy Shop я оставлю в описании. Заходите, знакомьтесь и становитесь постоянным покупателем. Так, как я хочу построить это видео? Наверное, я сейчас выложу абсолютно всю свою коллекцию вот сюда вот к себе на стол и переберу это все за кадром. То есть отсортирую самое лучшее, самое худшее, то, что я оставляю для того, чтобы просто у меня было в коллекции. А потом, наверное, я вернусь к вам. Да, наверное, это будет такая самая логичная цепочка действий, поэтому пожелайте мне удачи. Нет, 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 о боже, точно нет. Наверное, нет, 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 да, да, конечно, да, конечно, да, конечно, нет. Вы знаете, на самом деле все прошло довольно быстро и безболезненно. Я на самом деле думала, что я больше буду жалеть какие-то баночки, буду сидеть над ними и плакать и горевать, как я их выкину. Но на самом деле я как-то очень так с легкой душой сейчас от них избавляюсь. Я понимаю, что да, это те тональные основы, которые абсолютно не актуальны, которыми я не буду пользоваться, которые мне не нравятся. И я сейчас перестаю тянуть кота за хвост и начинаю рассказывать вам, что я оставляю, что я считаю идеальным сейчас для себя, для своего типа кожи. В первую очередь, конечно же, это YSL Tushikla All-in-One Glow. На данный момент это, наверное, самая-самая моя любимая тональная основа. Лучше ее нет ничего для меня сейчас, по крайней мере. И, кстати, я не буду на каждое останавливаться очень детально. Все тональные основы, которые я считаю актуальными и классными, практически на все у меня есть отдельные обзоры, поэтому в описании я оставлю обзоры на все тональные основы, которые я оставляю. Поэтому, если вы хотите прям глубоко копнуть и понять, почему я ее оставляю, то наверняка у меня есть обзор на эту тональную основу, поэтому посмотрите отдельный обзор. Также я оставляю Estée Lauder Double Wear Nude. Очень похоже на YSL, но немножко, чуть-чуть более пудровая. В YSL ощущается именно таким, как увлажняющим кремом на лице. Это же по классике жанра линейки Double Wear немножко более стойкая, и от этого она ощущается не то, что более сухо на лице, она ощущается просто никак. А YSL ощущается именно таким, как увлажняющим, хорошим кремом. То же самое я могу сказать и про La Mer. Естественно, не выброшу эту тональную основу, потому что, во-первых, она безумно дорогая, а во-вторых, она мне, в принципе, нравится. Я всегда ее наношу на какие-то ивенты, на какие-то особые события, на походы в ресторан. И она отличается от предыдущих тем, что у нее намного более плотное покрытие. Если первые две практически ничего не перекрывают, а просто выравнивают общий тон, то вот это может даже и перекрыть какие-то проблемы. Дальше тоже оставляю я тональную основу Avon True. И, казалось бы, да, я сейчас вам такой люкс и прям премиум класс показываю, тут Avon. Но реально именно вот эта тональная основа в такой прямоугольной упаковке очень хорошая. Как я и сказала, есть отдельный обзор, поэтому обязательно посмотрите. Также оставляю Cushion Estee Lauder. Вот эта тональная основа может в конце дня выглядеть немножко суховато на лице, но она просто потрясающе выглядит на фотографиях. Она делает лицо, вот именно лицо манекена на фотографиях и на видео, кстати, тоже. И еще одна тональная основа от Diapros. Это корейский тон с гиалуроновой кислотой. У него очень хороший состав. Тоже очень приятное ощущение на лице. Единственное, я себе взяла оттенок 23. Он для меня сейчас так конкретно темноват, поэтому я оставлю для следующего года. Для возрастного макияжа я оставляю Lumine Nordic Chic Natural Glow, потому что это идеальная тональная основа для возрастного макияжа. La Mer и вот это, это, наверное, самые лучшие тональные основы, которые я только пробовала, именно для возрастного макияжа. Вот это крайне сияющая тональная основа. И действительно, в возрастном макияже она прям оживляет лицо. И, кстати, подтверждением моих слов являются комментарии под видео с обзором на эту тональную основу, потому что пришло несколько комментариев, что по моему совету купили и реально очень сильно нравится. Что касается комбинированной кожи или кожи, склонной к жирности или жирной кожи, то здесь незаменимым лидером является Estee Lauder Double Wear. Для меня это сейчас слишком плотно и слишком сухо будет, но для комбинированной жирной кожи просто идеально. То же самое я могу сказать и о Fenty Beauty. Во-первых, это и сравнительный материал, потому что до сих пор она является довольно актуальной, и очень многие ее сравнивают с какими-то бюджетными тональными основами. Я ее, например, сравнивала с Maybelline Superstay обновленной серией, и мне кажется, что это очень похожие между собой тональные основы. Я их оставляю обе, потому что я их считаю актуальными на сей день для комбинированной жирной кожи. Также для комбинированной кожи обалденный просто вот этот вот CC-крем от Diapros Color Combo Cream. Опять-таки, у меня есть отдельный обзор на этот CC-крем, и там комментарии подтверждают каждое мое слово, которое я сказала в этом обзоре. Многие тоже покупали себе этот CC-крем, остались безумно довольными, очень стойкие на жару, даже для комбинированной жирной кожи, поэтому я его, конечно же, оставляю. И последние четыре тональные основы, которые я оставила, но которыми уже крайне редко пользуюсь, или это сравнительный материал, вот как раз-таки последним является тональная основа от NARS. Она называется Natural Radiant Longwear Foundation. На самом деле, для себя мне она абсолютно не нравится, и самая главная причина, почему мне вообще в принципе не нравится тональная основа от NARS, это их цвета, потому что они всегда очень желтые, вот просто крайне желтые. То же самое Bourjois Healthy Mix, ну вернее, совершенно не то же самое, мне нравится эта тональная основа, но я в последнее время ей просто не пользуюсь, потому что YSL, ну, гораздо более приятная мне по ощущениям, гораздо больше мне подходит на данный момент. Также сравнительный материал это Giorgio Armani Luminous Silk. Недавно я делала видео, макияж моими старыми фаворитами, и когда я нанесла ее на лицо, я поняла, что нет, все-таки YSL это гораздо круче формула. Она тогда, когда я ее покупала, она реально была классной. Сейчас нет, я так сказать не могу. И последнее это Artvisage, тональный крем устойчивый. Я себе взяла неправильный номер, 203. Он для меня такой, знаете, на грани, то есть немножко темноват, поэтому мне его прям нужно хорошо растушевывать на лицо и шею, но тем не менее, реально очень крутая тональная основа. Я вот прям впечатлилась, что за такие деньги можно сделать настолько крутую тональную основу. Ну что ж, теперь аутсайдеры. Первые две тональные основы, я, кстати, сейчас пока от них не избавляюсь. Я знаю, что они мне не нравятся, но я их хочу оставить для видео. И я сейчас говорю о двух тональных основах от GOSH. Я планирую сделать видео лучшее и худшее от GOSH, потому что у меня реально очень много косметики этой марки. Кстати, если вы хотите это видео, то ставьте пальцы вверх, вот прям сейчас нажимайте. Если у этого видео будет много пальцев вверх, я тогда постараюсь как можно побыстрее это видео сделать и не буду его откладывать, потому что задумала я его где-то еще пару месяцев назад, но до сих пор у меня еще к нему руки не дошли. А также я буду избавляться от всех тонов, которые у меня есть от Faberlic. Из всего, что я пробовала в Faberlic, мне больше всего понравилась вот эта тональная основа. Я даже брала ее с собой во Францию и там ей пользовалась. Natural Glamour оттенок у меня из линейки Lux. Реально неплохая, но в принципе тональные основы Faberlic никогда меня не впечатляли до такой степени, чтобы я прям вот знаете вот влюбилась в нее. И вот эти вот все тональные основы, которые BB, CC и так далее, также избавляясь от очень хайповых тональных основ на YouTube, а именно от Milani Conceal & Perfect. Опять-таки проблема здесь и с оттенками, хотя они сейчас расширили линейку своих оттенков, и у них появился и нулевой номер, и еще какие-то они там добавили светлые, но из тех, которые у меня есть, первый и второй, это ужасные оттенки. Для нашего, скажем так, типа внешности, они опять-таки очень желтые, очень плотные эти тональные основы, и нет в них ничего такого, чтобы прям вау, по сравнению с тем, что я оставила. Также я выбрасываю Tarte Amazonian Clay Full Coverage Foundation, это неплохая тональная основа, как вы видите, я практически допользовалась, и выбрасываю, потому что у нее уже закончился срок годности, но эта тональная основа одна из тех, которые очень классно подойдут для комбинированной кожи. Также я покупала тональную основу в стике от Becca, называется она просто Stick Foundation, и я брала оттенок Coffee, потому что я думала, что этим оттенком можно делать коррекцию, но для коррекции это слишком рыжий оттенок, вот именно такой тараканье рыжий, скажем так, который некрасиво смотрится на лице, поэтому избавляюсь от нее. И то же самое со стиком от Revolution. Я, опять-таки, недавно делала обзор на Makeup Revolution, и, ну, не впечатлил меня этот тон. Изначально он выглядит неплохо, но потом лицо начинает жирниться, и выглядит это на лице так, вот как недорогая тональная основа, то есть она как отслаивается от твоей кожи, тоже не впечатлила. Это абсолютно кошмарно, ужасно отвратительная тональная основа от Colourpop. Мне кажется, я ее оставлю, но я ее положу в пакете, где у меня хранится самая отвратительная косметика, вообще, которой я когда-либо пользовалась. Опять-таки, я всегда оставляю такие вещи для отдельного видео, и мое предыдущее видео на эту тему просто супер было воспринято, поэтому я поняла, что для вас это очень интересно, смотреть не только о фаворитах и о классной косметике, но вам также интересно смотреть видео об отвратительной косметике, чтобы знать, на что ни в коем случае не потратить свои деньги, поэтому, скорее всего, полетит туда. Также одна из отвратительных тональных основ, это от The Ordinary Coverage Foundation. Жуткая тональная основа, я ее тоже покупала для обзора, сугубо для обзора, потому что мне нравится уход от The Ordinary, но эта тональная основа, это просто что-то с чем-то, у меня тоже на нее есть обзор, и я вам постараюсь тоже его оставить внизу. Также, избавляясь тоже от очень хайповой тональной основы на YouTube от Wet n Wild Photo Focus Foundation, я ее купила по рекомендациям Тати, но я поняла, что мне по рекомендациям Тати вообще ничего нельзя покупать, потому что у нас с ней разный тип кожи, и то, что ей нравится, на мне всегда выглядит просто отвратительно. Так вот, вот эта тональная основа, если она реально на фотографиях выглядит неплохо, то в жизни это просто какой-то кошмар. Также избавляясь от NARS, это Sheer Glow, она уже тоже, скорее всего, испортилась, но я ее даже не буду оставлять как сравнительный материал, потому что это старый релиз. Опять-таки, та же самая фигня с оттенками, очень желтая она, поэтому я не вижу смысла вообще ее оставлять. От Max Factor я избавляюсь от трех тональных основ. Первая это Face Finity, ну, как бы ничего особенного, и Miracle Match, это которая немножко более увлажняющая. Скажем так, я не могу назвать эти тональные основы отвратительными, но они однозначно не дотягивают до уровня тех, которые я оставила. Также я решила, я здесь сомневалась, стоит оставить или не стоит, стоит, не стоит. Короче говоря, я решила все-таки от нее избавиться. Тональная основа от Ness Cosmetics Mousse Foundation. Вообще, эта тональная основа меня в первую очередь впечатлила тем, что она очень круто заполняет расширенные поры. То есть, это тональная основа, которая, знаете, должна быть в коллекции визажиста, когда к тебе приходит клиент, вот прям с очень грубой такой вот кожей, с расширенными порами, тогда вот эта тональная основа, в принципе, очень красиво все заглаживает, скажем так, потому что она на основе силиконов, и вот эти силиконы, конечно, хорошо с такой текстурой работают, но я уже очень давненько ее не пользовалась, и я считаю, что та же Estée Lauder справится не хуже, наверное, и стойкость у нее мне нравится больше. У меня уже начинает пересыхать в горле, потому что я последний час уже просто не затыкаюсь, но у нас еще немного осталось, поэтому давайте добьем это видео до конца. Итак, избавляясь тоже от L'Oreal True Match, вообще мне эта тональная основа очень нравилась, вы видите, да, я специально ее не взбалтывала, для того, чтобы вы посмотрели, что я больше половины ее использовала. Тональная основа хорошо подходит для нормальной кожи, и немножко более склонной к сухости, красиво выглядит на лице, действительно неплохая тональная основа. Кстати, эту тональную основу я сама не покупала, мне ее подарила моя подруга, и тогда она мне очень нравилась, а подруга моя до сих пор ее пользуется, до сих пор она ей очень нравится. И, кстати, они расширили, опять-таки, линейку оттенков, и там сейчас можно найти абсолютно любой оттенок с абсолютно любым подтоном. Это, кстати, тоже ее очень сильно отличает от всех остальных, которые находятся в такой бюджетном сегменте, потому что здесь номера с подтонами, то есть у меня это оттенок 3N, и это значит, что у меня нейтральный подтон. Там тоже есть теплый подтон и холодный подтон. Если бренд заморачивается именно с разными подтонами, это однозначно огромный пальцы вверх и плюсы ему. В прошлом году я была просто в диком восторге от тональной основы от Kiko Skin Tone. У меня оттенок Neutral 20, и реально это неплохая тональная основа. Я ее купила во Франции, и во Франции ею и пользовалась. Там было очень жарко, но при этом эта тональная основа выдерживала все. Экскурсии под открытым воздухом, на жаре, в общем-то, целый день где-то, если мы ходили, все равно тональная основа выглядела очень прилично. Но сейчас для меня она просто не актуальна, и об этой тональной основе вообще никто не говорит, поэтому как сравнительный материал она тоже мне сейчас не нужна. На себе это вообще во Франции сеть магазинов, которая создала свою линейку косметики, типа как Sephora, и есть косметика Sephora. Вот это то же самое. Я решила попробовать их тональную основу, но я взяла оттенок, который вообще просто категорически мне не подходит, он очень темный, и во Франции, кстати, я заметила, что это большая проблема выбрать более светлый оттенок, потому что особенно там, где мы были на юге Франции, там у всех тон кожи гораздо более темный, чем у меня, поэтому мне лично было очень трудно подобрать себе оттенок тона. Также избавляюсь от тональной основы, которую мне подарила та же подруга, которая подарила, собственно, и Лореаль. Она вообще живет в Австралии, и она мне прислала на пробу тональную основу, которая в Австралии продается. Это бренд Designer Brands, и это очень стойкая тональная основа. Я действительно неплохо так ее попользовалась, то есть вот так вот ее где-то приблизительно нет, но для меня опять-таки сейчас это не актуально. Она чем-то похожа на Estee Lauder Double Wear. Туда же отправляется тональная основа от Nitrogena, G&A, Hydro Boost. Я эту тональную основу покупала как замену чему-то очень дорогому, потому что на YouTube в одно время прошлась прям волна обзоров на эту тональную основу. По-моему, ее сравнивали с La Mer, если я не ошибаюсь. И я подумала, о, можно же купить La Mer за 10 долларов. Угу. На самом деле нельзя. Мне не понравилась эта тональная основа, и этот оттенок Natural Ivory 20, это просто ужасно поросячий розовый оттенок. Вот если ее сравнить с чем-то более бежевым, вот я думаю, вам сейчас должно быть видно, насколько вот эта вот бежевая, такая более нейтральная, и насколько это просто такой, знаете, baby pink оттенок. Тональные основы от Dini. Избавляюсь тоже, потому что абсолютно они мне не понравились. Я на них делала обзор, когда делала видео о бренде Dini, что там хорошего, что не очень. Так вот, тональные основы, очень мало покрытия, но очень много содержания силикона. Также избавляюсь от Bourjois City Radiance. Мне не нравится этот тон. Он на мне выглядит очень сухо. BB крем от Golden Rose. Я довольно много использовала этого BB крема. Где-то приблизительно, ну, может, чуть больше половины у меня осталось. Пока я была в поисках своей идеальной тональной основы, мне этот BB крем даже понравился. Он тоже был легкий, такой увлажняющий, приятный на коже. Я его использовала даже для достаточно ответственных съемок, на которых я была. Я имею в виду сейчас не свой канал. Но после того, как я нашла в ASL, ну, конечно, выводы очевидны. В аутсайдерах у меня тоже тут два продукта от марки Glamby. Glamby это марка вообще, которую, насколько я знаю, создал магазин Evo. Evo это сеть магазинов по Украине, бюджетной косметики. Они мне присылали для обзора много косметики Glamby, но меня впечатлило, вот прям сильно впечатлило, только их тушь. Действительно была неплохая тушь. И еще у них есть лаковый такой блеск, тоже очень прикольный. Все остальное как-то, ну, ничего особенного, скажем так. И последний кушен, который у меня остался, от которого я тоже избавляюсь, это кушен Angel Snow BB Cushion от компании Beyond. По-моему, этот кушен попался мне в какой-то коробочке красоты, то ли в Viva Beauty Box, то ли еще в какой-то, но мне попался оттенок 4 Warm Beige. Это супер темный оттенок для моей кожи, поэтому он у меня так и провалялся где-то около года. И вот сейчас настало его время уходить. С тональными основами это все, но у меня еще под руку попалось несколько пудр. Опять-таки, две пудры от Dini. Та же история, в принципе. Абсолютно ничего особенного в этих пудрах я не увидела, поэтому они у меня полежали около где-то полугода, наверное, и все, время им уходить. И пудра от Avon Mark. Это оттенок Nude. Почему избавляюсь? Потому что сама пудра может быть даже и неплохая, но она очень рыжая. Вот этот оттенок Nude, это опять-таки такой тараканье-рыжий оттенок, который я не знаю, для чего я могу применить, поэтому, собственно, и избавляюсь. Ну что ж, я сейчас с собой крайне довольна, потому что, во-первых, я наконец-то разобрала все свои завалы тональных основ. Я вообще ненавижу, когда у меня начинает все складироваться и превращаться в хлам. Я надеюсь, что это видео было для вас также еще и полезным, потому что я сделала такой краткий обзор абсолютно всех тональных основ, которые у меня сейчас есть. И вы, возможно, приметили для себя какой-то вариант. В общем-то, если это видео было для вас полезным, обязательно поставьте мне палец вверх, это очень выручает мой канал. Также подписывайтесь, если вы до сих пор не подписаны. Это можно сделать, нажав вот сюда вот на круглую иконочку. И также я для вас оставлю какие-то еще два видео, чтобы вы могли перейти и посмотреть еще что-то на моем канале. А если вы их уже смотрели, то мы с вами увидимся в моем следующем видео через несколько дней.